БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ В этом совете, и на чем они эти, которые сидели, свое мнение основывали, про то мы скромно умолчим, ибо речь пойдет немного по-другому. Итак. За день до премьеры в Энском театре случился казус, которого никто предусмотреть не мог. Володя Кроссовкин, играющий главную роль добра молодца, поскользнулся на ступеньках у служебного входа и немедленно был припровожден в Центральную Республиканскую больницу с неприятным диагнозом. Перелом лодыжки. Дворнику за плохую уборку был тотчас же объявлен на истрожайший выговор с занесением в личное дело, отчего дворник нахмурился, засопил носом, поскреб в затылке и решил, что отныне имеет полное право на работе не появляться вовсе. В соседнем гастрономе приобрел три бутылки водки русская и понуро направился запивать свою беду. Дирекция же совместно с режиссерским управлением стала ломать и без того сломанные головы, пытаясь решить, кого же можно срочно ввести на главную роль добра молодца. И доломала. Нашла все-таки выход. Артист Юра Горошкин, не занятый ни в одном из ближайших спектаклей, совершенно справедливо и законно проводил свои выходные в компании приехавшего ночью из Кудымкара двоюродного брата, поглощая разного рода горячительные напитки и закусывая их кудымкарскими разносолами, а также кое-чем еще из своих личных запасов. Поднеся к губам граненый стакан, Юра очень удивился, услышав телефонный звонок. «Твою мать!» — сказал Юра от души. «Какому, — нехорошее слово, — товарищу понадобилось отвлекать меня от важного дела?» Испив неспешно содержимое стакана, смачно крякнув и затусив вкуснейшим маринованным помидорчиком, что так любовно приготовляла Кудымкарская жена двоюродного брата, который тут благоразумно оставил дома смотреть за малыми детками, Юра направился в переднюю телефонному аппарату, исходящему трезвоном, снял трубку, сказал «Ну, я у телефона, какого хрена нужно?» И услышал в ответ такое, отчего даже присел на корточке и слегка почему-то загрустил. Ошарашенный кудымкарский кузен, забывший про аппетитную бушенинку на колоту и на вилку, открыв это изумление, рот наблюдал, как Юра вдруг засуетился, засобирался, заскочил в ванную, зачем-то стал лить холодную воду на свою выходную голову, при этом говорил какие-то непонятные кудымкарскому брату сантехнику слова. Звучало, впрочем, и большое количество вполне понятных кузену слов, кое, к сожалению, невозможно здесь употребить. Отфильтровав их, он, наконец, понял, что ожидает Юру какой-то срочный ввод, что Юра сию минуту убегает на работу, что ждать его только к вечеру, а еще, вернее, к ночи. А ключи в двери гуляй, если хочешь, или хрен с тобой сиди дома. Лишь когда за Юрой захлопнулась входная дверь, обалдевший сантехник из кудымкара с облегчением вздохнул, выпил водки и, вспомнив, наконец, про бушенинку, без аппетита съел ее. Репетиция по вводу шла почти без остановок до самого позднего вечера. Юре помогали все. Художественный совет театра перенесли на завтра и решили, в кое веки такое случилось, совместить его с премьерой. Алкоголь, бродивший в юриных венах и артериях, как ни странно, нисколько не мешал процессу, и, к счастью, чудо! Не был замечен зорким глазом помощника режиссера, Люси Хлебодаровой, схвативший где-то насморк. Юра справлялся отлично, а потому успели пройти даже последний финальный монолог Добра Молодца, заканчивавшийся словами «Да, не перевелись еще богатыри на земле русской, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович», после чего звучала музыка финала и закрывался красивый занавес. Повторили финал два раза, больше сил ни у кого не было, и на этом разошлись. Ночью Юра почти не спал. Повторял текст роли. По памяти восстанавливал мизансцены. Кузен был отправлен в дальнюю комнату, где обиженно пил водку в полном одиночестве, практически без закуски, и смотрел по телевизору очень художественный фильм производства Одесской киностудии. Утром случилась премьера. Все народонаселение театра за малым исключением было занято в спектакле. Малое исключение состояло из главного режиссера Марка Иосифовича, председателя профсоюзного комитета Николая Матвеевича и приглашенного художника-постановщика Бориса Моисеевича. Следовательно, художественный совет они, собственно, и составляли. Специально для них в зрительном зале поставили стол. Забавно было наблюдать среди многочисленной детворы, заполнившей зал задолго до начала, трех солидных, лысоватых мужчин, чинно восседавших за стоящим в проходе нелепым столом, покрытым обязательным красным сухном и увенчанным графинчиком. Начался спектакль. Уважаемые дамы и господа, отключите, пожалуйста, свои мобильные телефоны. И двигался к своему финалу без сучка, без задоринки. Добрый молодец Юра Горошкин выходил, когда надо. Говорил все, как надо. В острым мечом махал, где нужно. В общем, был молодцом. Ближе к финалу последние опасения покинули солидных мужчин. Им стало совершенно очевидно, что Юра справился с труднейшей задачей с блеском. Но переменчивая фортуна не была согласна с этим очевидным утверждением и приготовила на финал такой фортель, память о котором навсегда вошла в анналу Эннского театра. А и победил добрый молодец Юра Горошкин в жестокой схватке темную силу и отрубил змею Горынычу все три его головы и вонзил свой вострый меч в обезглавленное тело поганого змия и вышел вперед к залу. А и вытер рукавом капли пота со лба своего добрый молодец и посмотрел светлыми очами своими вдали приготовился сказать свои слова главные последние. да, не перевелись еще богатыри. Только коварная фортуна проказница в этот самый момент показала язык ему и отвела на секундочку взор свой. И замолчал тут добрый молодец Юра и задумался тяжкою думою вспоминая лихорадочно текст. Но сверкнул тут фонарь театральный пробежал по зрителям осветил сукно красное покрывающее стол и увидел добрый молодец Юра Горошкин и стол среди детей стоящий и трелысины мужчин солидных и радостью наполнилось сердце его и сказал он главные слова свои последние. Да, не перевелись еще богатыри на земле русской Марк Иосифович Николай Матвеевич Борис Моисеевич Редактор субтитров Матвеев Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...